Добрый день, дорогие друзья! 4 часа 13 минут Нью-Йорка, и вы на Волне 627 слушаете Дэвидзин Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорисерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире в этот час, как всегда, выходит программа «Здравствуйте, доктор!» И сегодня, друзья, не будет день изменения. Сегодня у нас 13 декабря на календаре. Вчера была замечательная дата 12-12-12, и сегодня 13-ая. Кто-то, может быть, немножко скептически относится к этой цифре, может быть, даже немножко ее боится. Мы же с доктором Ириной Панковой любим 13-е число, потому что это число приносит удачу. Следующий год, 13-е, думаю, для нас будет светлым, радостным и праздничным. Прямо сейчас в гостях в студии в программе «Здравствуйте, доктор!» Доктор Ирина Панкова. Ирина возглавляет институт Глаукомы в Нью-Йорке. Всегда можно получить второе мнение специалиста, можно записаться на прием и получить исключительную помощь. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Миша! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С 13-ым числом, и вот-вот приближается 13-й год. На всякий случай поздравлю вас еще и, ну какой всякий, это же обязательный случай, с праздником Ханука, с светлым праздником, чудом Ханука. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, не только меня, Миша, мы всех поздравим, да? Всех, всех, всех. Слышатели, кто этот праздник отмечает, это действительно очень светлый, добрый, хороший, веселый праздник. Главное верить в чудо. Миракл придет. Однозначно. И вот из этого, я хотел бы, из этого, так сказать, нашего с вами утверждения, я бы хотел перебросить мостик. Ведь это действительно Миракл, то есть это чудо, что природа, Боженька, не знаю, кто во что верит, вот может кто от обезьян получил, мы имеем зрение. Зрение позволяет человеку определять, видеть, чувствуя даже, может быть, мир вокруг себя и видеть его в измерении, в тройном измерении, то есть объемным, вот, определять расстояние и если... Краски, цвета. Краски, цвета. Миша, у вас больше геометрия, а у меня больше клирики. Краски, цвета, небо, птицы, солнце и так далее. Доктор, вы по-женски, а я все-таки по-мужски пытался забраться с этим вопросом. Я же об этом говорю даже. Ну, хорошо. Напомню, друзья, что у нас с вами будет программа построена таким образом. Мы сделаем это, в общем, не изменяя правил нашей игры. Мы сначала немножко поговорим на тему общую, о вопросах, которые я буду задавать доктору, а после этого сразу же мы примем в эфир ваши звонки. Телефон в студии прежний 718-303-9090, 303-9090. И если вы захотите в этот самый момент дозвониться и задать свой вопрос доктору Ирине Панковой, вы всегда можете это сделать. Главное набрать номер 718-303-9090 и не опоздать к моменту, когда наше время в эфире закончится. Итак, доктор, я бы хотел вам задать следующий вопрос. Что касается на сегодняшний день состояния здоровья множества наших граждан. Вот один из моих радиослушателей совсем недавно сделал операцию катаракта и стал лучше видеть. Мы его поздравим. Мы его поздравим. Скажем, если сделать операцию, лазерную операцию глоукома, то есть по лечению глоукомы, человек начинает лучше видеть или он просто перестает хуже видеть? Вы знаете, этот ваш вопрос воскресил у меня в памяти, если можно так сказать, некоторые ситуации в моей практике в офисе по поводу лазерного лечения и улучшения зрения. На самом деле лазерное лечение при глоукоме может быть различное, но ни одно из лечений, какое бы оно ни было, ни дегментозное, лазерное или пооперативное при глоукоме, не направлено на то, чтобы улучшать зрение у людей. Это лечение направлено только на то, чтобы снизить внутриклозное давление, чтобы затормозить заболевание, а именно глоукому. Однако у меня в практике есть две сестры уже, причем одна из них пришла ко мне раньше, через некоторое время пришла другая и сказала, делайте мне, пожалуйста, такой лазер, как вы сделали моей сестре, потому что она после этого лазера стала лучше видеть. Я вам скажу, если две сестры уже были, где-то должна быть еще третья, три сестры. Три сестры, да. Да, да, да. Ну, это такой анекдотичный случай, потому что от этого лазерное зрение не улучшается. Я так и сказала, и этой пациентке, и ее сестре сказала, лучше не хуже, я с этим согласна, но к лазеру это отношение не имеет. А что касается, вы знаете, вот вы сказали, ваш приятель сделал операцию по удалению катаракты, и тут мне пришел, опять же, на память пришла ситуация, когда недавно у меня гостил, не у меня, вернее, здесь у нас в Америке гостил мой двоюродный дат, которого я не видела где-то лет 30. И у нас с ним зашел разговор, как раз он живет в России, в таком замечательном городе, как Сочи. Да. Да, да. И он спрашивал моего совета. Ну, вы знаете, мое отношение к классику в этом возрасте, и, скорее всего, мой совет был такой, в этом возрасте я бы, наверное, делала операцию по удалению катаракты с использованием вот этих более дорогих хрусталиков, которые обладают рефракционной способностью. То есть, если человек может правильно научиться ими пользоваться, то в такой ситуации человек может обходиться без очков на все три расстояния, близи, далее и для компьютера. Если делать только лейсик, то проблема таким образом не решится, так как все равно нужны будут либо очки для дали, либо для близи, так как лейсик эту проблему в этом возрасте полностью не решает. Не решает, да. Ну, так вот. Понятно. Друзья, я напомню, что в студии вместе со мной доктор Автальмолок Ирина Панкова. Ирина возглавляет Институт Глаукомы в Нью-Йорке. Номер телефона Института 718-645-2201. Адрес в интернете 3w.nyglaucoma.com. Адрес 445 Kings Highway. 445 Kings Highway. Это напротив магазина PC Richards на углу Kings Highway и McDonald Avenue. У нас появился первый звонок. Давайте. Не успела. Хорошо, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Можно ли закапывать глаза водкой? Боже, давайте. Миша, у вас есть ответ на этот вопрос? Даже самую веселую новогоднюю ночь? У меня есть, Ирочка. Водкой глаза можно не закапать, а залить. Зальем, друзья, глаза водкой в новогодние праздники. Я все-таки бы рекомендовала, наверное, водку заливать в другую часть, скажем так, водку лучше принимать рюмочками, как обычно мы это делаем. Но вопрос, сами подумайте, водка это алкоголь. И алкоголь обжигает слизистые оболочки, тем более такую нежную слизистую оболочку, как оболочка глаза. По-моему, это такой вопрос абсолютно нельзя, кроме этого, противопоказано. А я хотела немножечко затормозить, потому что у меня есть вопрос с интернета. И так как мы обещали поощрять людей, которые оставляют вопросы на нашем веб-сайте и давать им приоритет, я хотела бы именно с него начать. Это наша радиослушательница Елена. Она, видимо, болеет клоукомой, и она задает такой вопрос. Она закапывает два вида капель. Раньше закапывала это золотан и альфаган. И альфаган был заменен на комбиган. Я хочу пояснить, что в состав комбиганов альфаган тоже входит. Просто в состав комбигана входят два лекарства. Это альфаган и бета-блокатор тимолол, скажем. Я просто привожу его название, одно из его названий. И после того, как альфаган был заменен на комбиган, у человека стали появляться золотистые молнии в глазах. Вопрос, что это? Хочу ответить Елене, что эти золотистые молнии, они абсолютно не связаны с заменой лекарства, которые доктор вам делал. Золотистые молнии обычно появляются в глазах в большинстве случаев в двух ситуациях. В одной ситуации, если... Такое бывает при зрительных мигрениях. Если это зрительная мигрень, то такой случай обычно длится 5-10-15 минут. Потом проходит. Может происходить совместно с головной болью, может быть без головной боли. Может иногда также сопровождаться временной потерей зрения, как замутнением зрения. Второй вариант такой ситуации возникает тогда, когда по какой-то причине двигается сетчатка. Сдевается сетчатка. Выберите свой вариант типа того? И в этой ситуации я бы хотела, при той или при другой ситуации, я бы все-таки рекомендовала Елене лишний раз обратиться к своему доктору, прийти на дополнительный аппортмент, чтобы ее посмотрели. Потому что ни дай раз бывает так, что сетчатка просто сдевается стекловидным телом, это не опасно. А иной раз бывает, что сетчатки образуются дырочки, и тогда нужны неотложительные, неотложные меры нужно принимать. Поэтому я бы все-таки Елена рекомендовала вам подойти к своему доктору, чтобы вас посмотрели. Так, у нас следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот дня три тому назад у меня в глазу появились какие-то, как червячки. Это вот продолжение, скорее продолжение ответа на Елене, ответ на ваш вопрос, это продолжение ответа Елене, потому что эти червячки это так называемые всего флотерс, которые бывают в стекловидном теле. Стекловидное тело это желеобразное вещество, которым заполнен наш глаз. Если при этом вы не замечаете вспышек света, то, наверное, это ничего страшного. Но в любом случае, если это вас волнует очень, то лучше доктору показаться. Итак, друзья, лучше показаться и в любом случае получить второе мнение, даже если у вас стоит вопрос, делать операцию или не делать операцию, делать лейсик или не делать лейсик, всегда лучше получить второе мнение, поскольку ответственность во всех случаях будет лежать на вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ответ Ирина, по-моему, она как раз заслужила один поинт. Заливать глаза водкой не нужно, а вот марихуаной хорошо. Марихуаной заливать глаза тоже. Марихуаной заливать глаза. Как раз по поводу глаукомы правильные. Мы как-то, кстати, уже поднимали этот вопрос, что действительно марихуана снижает внутриглазное давление, но мы не будем развивать эту тему до тех пор, пока нам не разрешили ею пользоваться в медицинских, либо в других целях в Нью-Йорке. Официально мы эту тему развивать, я думаю, не станем. Ну, а зачем развивать ее официально? Может, неофициально? Ну, это все личное. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за чувство юмора. Пожалуйста, вам слово. Алло. Да, пожалуйста. Вопрос к доктору. Я была на рутинной проверке у глазного доктора. И в глаз был направлен такой силой луч, что ощущение, будто сожжен глаз. Вот уже в течение недели вдруг ничего не вижу. Или различные цвета перед глазами. Что это такое и, возможно, такой вариант. А скажите, пожалуйста, какие обследования вам делали? Луч, вы имеете в виду, просто доктор вас смотрел? Доктор закапывал в глаза, потом смотрел очень ярким лучом. Ярким лучом. Нет, от этого луча ожога глаза быть не может. И, скорее всего, я так полагаю. Во-первых, если вас что-то беспокоит после того, как вы были на осмотре доктора, правильнее всего к доктору вернуться и пожаловаться на это, чтобы вас посмотрели. Но я полагаю, что страшного ничего не произошло. Просто очень часто бывает, так как вам расширяли зрачок, иногда бывает, что больше времени уходит на то, чтобы зрачок вернулся в первоначальное свое положение. Один вариант этот может вызывать дискомфорт. И второй, когда вас обследовали долго, смотрели, может быть, поверхность глаз стала чуть суше, чем хотелось бы, и вы устали. Просто попробуйте покапать искусственные слезки, может быть, это вам поможет. Пока что? Может быть, поможет вам. Покапать искусственные слезки, может быть, вам это поможет. Да. Хорошо, спасибо. Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете подойти к доктору в офис, телефон 718-645-2201. 645-2201. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос к доктору. У меня сделали операцию месяц назад на левый глаз, который был минус 3,5, а правый был в плюсах, плюс 1. Операцию, я понимаю, катаракту? Катаракта, да. Вот сейчас после операции я чувствую намного-намного хуже. То есть у меня и правый глаз плохо видит, и левый я не вижу хорошо ни вблизи, ни вдали. И на свету тоже ничего. У меня все блестит, все. И очень неприятно. Я не могу вам ответить на ваш вопрос. Тут надо посмотреть. Можно к вам сделать такой? Можно, конечно. Как давно вам сделали? Месяц назад. Или это еще рано? Да, я еще вам не добавлю, что мне еще убрали астигматизм. Может быть, от этого так? Я не могу вам ответить. Это очень специфический вопрос. У вас конкретная ситуация. И тут надо посмотреть, прежде чем давать какие-то рекомендации или советовать. Спасибо. Спасибо. И скажите, пожалуйста, а лекарства, которые капают в глаза, может быть, какие-то лекарства надо изменить? Опять же, для того, чтобы давать какие-либо рекомендации, надо посмотреть. Понимаете, это же невозможно по радио не увидеть, почему вас до сих пор беспокоит что-то, когда прошло столько времени. И тем более, рекомендовать, какие лекарства использовать, какие не использовать, было бы очень неправильно. Спасибо. После месяца вообще должно быть... Спасибо, спасибо. Я вам оставлю номер телефона. 718-645-2201. У нас есть просто следующие радиослушатели, которые ждут на линии. Ваш случай персональный, поэтому необходимо посмотреть. Тогда вы сможете получить более точный ответ на ваш вопрос. 718-645-2201. Доктор-офтальмолог Ирина Панкова не только дает консультации по радио, но и принимает в офисе. Причем делает это ежедневно, кроме понедельника, насколько я помню. Не так ли? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот, понедельника. Друзья, приходите. Офис работает в центре нашего стольного города. При этом вы можете записаться на прием, если у вас есть проблемы со зрением. В офисе принимает также специалист по сетчатке. Также принимает специалист, который может проверить остроту вашего зрения, подобрать и корректировать вам это самое зрение. В общем, 718-645-2201. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Алла, добрый день. Решу спросить лазеря, стачивание роговицы глаза. Это очень вредно, Леонид? Спасибо. Еще раз повторить, я не расслышала. Лазеря, стачивание роговицы глаза. Это лейсик вы имеете? Лейсик. Лейсик. Вреден ли лейсик? Да. Спасибо, я подвожу порадить. Ну, понедельник такой вопрос. Что значит вреден? Во-первых, любая процедура, которая разрешена к использованию широкой практики, скажем, в американской или мировой медицине, она проходит определенные периоды пробации и исследований. Если эта процедура разрешена к применению, следовательно, она не так вредна. Но любая процедура, любая операция сопряжена с определенным количеством различных осложнений. И они могут случиться, хотя они случаются редко, но они бывают. И поэтому, как сказать, вредна или не вредна. Например, если молодой человек носил контактные линзы или очки, и он сделал себе эту операцию, чувствует себя прекрасно и доволен результатом, она полезна. Правильно? Если у вас случились какие-то осложнения, и у вас возникли какие-то проблемы после этой процедуры, то она вредна. Но она не противопоказана, скажем так. Вот такой вот витиеватый ответ у меня получился. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что медицинская тема сегодня будет продолжена. И во втором получасе мы с вами встретимся в эфире с замечательной компанией Allmagia International. Поговорим о магнитотерапии. Вы тоже можете приготовить свои вопросы, которые мы с вами сможем сегодня обсудить и осветить в эфире. Поговорим о специальном оборудовании, которое позволяет друзьям исправить свое самочувствие, избавиться от боли и проблем с вашим организмом. Следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Это вы меня? Сейчас вам. Пожалуйста. Это вы, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Аня. Да. Я хотела бы у доктора спросить. У меня главкома уже несколько, много лет. Не много, но 6 лет. И я принимаю золотан и комбиген. И вот теперь в этом году, особенно среди дня, у меня краснеют глаза и наливаются кровью к вечеру. Глаза превращаются в кролика. Как у кролика. Дело в том, что тут надо посмотреть. Скорее всего, у вас аллергия на комбиген. Но опять же, это скорее всего. У вас опять же очень специфичный вопрос. Тут надо посмотреть, почему это происходит. А вы доктору своему говорили об этом? Я говорила. Особенно, когда утром это бывает. Или вечером. Вам надо показаться вашему доктору. Доктору. А что это может быть, доктор? Что вы думаете? Это может быть много чего. Я уже сказала. Это может быть аллергия на комбиген. Ну, абсолютно просто. Дорогие друзья, спасибо. Надо, чтобы посмотрел доктор. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, у меня вот какой вопрос. Вот у меня часто бывают фронтиты. И я заметила, что когда я промываю глаз, видно через слезный канал, проходит там вода. И, значит, таким образом у меня помогает очиститься вот верхнему носу сверху. Значит, у меня вот какой вопрос. Что более физиологично для этого? Чем промывать? Без раствором, просто водой или еще чем-нибудь? А почему вы вообще глаза промываете? Зачем? Дело в том, что я вот, понимаете, вот я говорю, что я заметила, что когда у меня вот я начинаю промывать, у меня выходит, ну, сверху вот из лобных пазух, это помогает, как бы вот освобождает, истекает гной. Дело в том, что, наверное, я, конечно, не специалист ухо-курло-носы. Нет, я по поводу глаз. Что более физиологично для глаз? Абсолютно не физиологично промывать пазухи через глаз, вот я о чем хочу сказать. Нет, я не промываю пазухи через глаз. Может быть, я не поняла, что вы... Да, дело в том... Как я вас поняла, что вы промываете глаза, и это помогает вам промывать пазухи? Да, вот сверху она начинает спускаться, вот это вот... Нет, ну, это... Вот я еще раз повторяю, что промывание глаз никакими физиологическими растворами, это неправильно. Промывание пазух через глаза, это тоже неправильно. Я не промываю пазухи через глаза. Я... Вот я закапываю в глаза, там, положим, в воду или чай, и у меня вот... Я чувствую, что вот эта вязкая слизь, которая содержится... Вот это... Где? Секундочку, а где содержится слизь? Она не может... Она выходит... Где она содержится? Послушайте, она выходит из верхней пазухи... Все, тут какая-то странная проблема с анатомией, да. Я поняла, я поняла, нет, там не проблема с анатомией. Я понимаю, что она, что эта женщина испытывает. Единственное только, я бы все-таки порекомендовала наблюдаться, правильно наблюдаться у специалистов уха, горло, носа. А если вы хотите закапывать в глаза, чтобы разжижать слизь в верхней части носа, пожалуйста, не капайте туда ни воду, ни чай. А вот если хотите капать в искусственные слезки, то добро пожаловать. А больше никакими ни физиологическими, ни самоприготовленными растворами, пожалуйста, в глаза... Не надо их в глаза заносить. Ну, водка не в счет. Следующий вопрос. Здравствуйте. Это последний вопрос, у нас время заканчивается. Будьте добры, когда смеюсь, у меня слезы текут. И ни с того, ни с сего на улице. Раз-раз по-левому, как из левого глаза течет слеза на улице. Холодно, прохладно. Вытираю только на улице или дома тоже. Ну, дома нет, только вот на улице. И после того, как я смеюсь, слезы текут прям так интенсивно, не могу остановиться. Как вас зовут? Ирина. Лина, окей. Ирочка, пожалуйста. Дело в том, что... Понимаете, тут может быть причина, две причины могут быть. Либо закупорка слезного протока, либо сухая поверхность глаза. И что конкретно в вашей ситуации происходит, я затрудняюсь ответить, так как я вас никогда не видела. Следовательно, и меры, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от этой проблемы, тоже разные. Так как причины могут быть разные. Тут мне надо посмотреть. Ну, я от себя предположу еще один вариант. Может быть, смешно до слез. Ну, правильно. Это все так, конечно. Ну, дай бог. Вот я что хочу действительно пожелать, то, чтобы вы плакали только от смеха. Дорогие друзья, время нашей программы закончилось. Осталось буквально 15 секунд. Я хочу напомнить, что в эфире была доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Ирина возглавляет институт Глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института 445 Кингс Хайвей. Телефон 718-645-2201. Адрес в интернете. Миша, Миша, одно дополнение. Мы, может быть, начнем добавлять еще один адрес. Потому как неминуемо наш переезд приближается. И новый адрес у нас будет 103 Квентин Роуд. 103 Квентин Роуд. Это не так далеко. В общем, друзья, мы тоже быстро привыкнем и запомним два адреса. А телефон остается прежним. 718-645-2201. Адрес в интернете также nyglaucoma.com. Спасибо, доктор. С праздниками. Пусть в будущем году все смеются до слез. И только будучи полностью и целиком здоровыми. Мы с вами встретимся в эфире, доктор, через две недели. Уже, в общем-то, после конца света. Надеюсь, что наша встреча состоится. Но перед 13-м годом. Жду вас в эфире, как всегда, с распростертыми руками. Спасибо и до встречи. Спасибо всем.